В Германии такая же картина. Мы больше не живем, а выживаем. Ребят, мы пару дней назад познакомились с очень интересной семьей. Мужчина француз, а жена у него местная. Они живут через два дома от нас, и наши дети вместе ездят на школьном автобусе в школу. Мужчина живет на острове уже больше 20 лет, и у него свой бизнес. Несколько магазинов вина и виноводочных изделий. Мы с ними очень хорошо начали общаться, и он пригласил нас к себе на день рождения. Праздник проходил на берегу океана, в небольшом ресторанчике, и было около 25 гостей. Когда мы начали общаться с людьми, то выяснилось, что в основном, конечно, это были французы. У каких-то мужчин жены были местные, у каких-то женщин, наоборот, мужчины были из Франции. Я постарался с каждым из них пообщаться, узнать какие-то вещи по поводу острова. Но самый главный вопрос, который меня интересовал, почему они уезжают из Франции. Один мужчина оказался нашим коллегой. У него три булочных на острове в разных городках. Он рассказал, что до 2019 года он во Франции работал сам в своей булочной, со своей семьей. И им постоянно не хватало денег на жилье, на расходы, на налоги. Но практически ситуация точь-в-точь, как у нас. Приехав на Маврики и открыв свою первую булочную, у него настолько хорошо пошло дело, что он умудрился за год открыть еще два филиала. И здесь, являясь хозяином и владельцем своего бизнеса, он уже не встает в 3 часа ночи и не бежит выпекать хлеб. У него работает команда булочников, у него работает команда продавцов. А он лишь сидит за компьютером и подсчитывает прибыль. В этом случае я даже не стал спрашивать у него, почему он переехал из Франции. Тут, по-моему, и так все понятно. Другой мужчина занимается тем, что ищет работников во Франции, для того, чтобы они переезжали на остров Маврикии, для отелей, для ресторанов, для маленьких бизнесов. Также он ищет бухгалтеров, переводчиков, инвесторов. И помогает им потом трудоустроиться и получить вид на жительство. Когда я у него спросил, почему ты живешь именно здесь, а не во Франции, у себя на родине, он сказал, что мне здесь комфортно, мне здесь тепло, и так как я работаю онлайн, то мне очень удобно находиться именно здесь. Третий мужчина работает в фитнес-центре, мы с ним особо тесно не общались, но вот с его женой как-то разговорились. Они французы и уже 6,5 лет живут здесь на острове. Когда я спросил, почему вы живете именно здесь, она мне ответила сразу то, что Франция очень коррупционная страна, и они не согласны с тем, что сейчас там происходит. Они совсем не согласны с политикой президента и правительства. Я спросил, а у вас что-то еще связывает со Францией? Может быть недвижимость, автомобили, бизнес? Она говорит, нет, все, что у нас было, мы продали и просто переехали сюда. И теперь они уже получили вид на жительство Маврикия. Четвертый мужчина работает директором в одном из отелей, и он сказал очень интересную вещь, что ему, как коренному французу, места на родине уже нету. К сожалению, Франция и Париж стали уже не те. Поэтому для своей семьи и для себя он вынужден был искать новое пристанище, и нашел его именно на Маврикии. И у многих из этих людей, конечно же, во Франции остались друзья, родственники, знакомые, бывшие коллеги. Они периодически ездят туда, например, летом в отпуск. И каждый раз, приезжая во Францию, они говорят, как бы нам хотелось побыстрее вернуться обратно на наш остров. Подводя итог, я лично для себя отметил, что люди, европейцы, которые приезжают на остров, они хотят здесь построить новое общество. Они хотят уйти от той системы навязанных ценностей, которая была у них. Они приезжают сюда, и у них открываются новые возможности, новые перспективы. То, что они не могли сделать там, или им не давали сделать там, они с легкостью делают здесь. И практически везде горит зеленый свет. У каждого человека я потихонечку спрашивал, а сколько нужно денег для того, чтобы спокойно жить на острове? И все они в один голос примерно отвечали от полторы до двух с половиной тысяч евро. Это в зависимости от твоих аппетитов. А один мужчина по секрету мне сказал, что все люди, с которыми ты общаешься, в принципе имеют примерно одинаковый доход, около двух тысяч евро в месяц. Но им хватает жить, общаться, учить детей и иногда отдыхать вот такими большими компаниями. Когда у меня начали спрашивать, а чем я планирую здесь заниматься и как буду зарабатывать на жизни, я честно ответил, что я снимаю ролики для ТикТока и для Ютуба. Поначалу все, конечно, посмеялись, поулыбались саркастически. Но как это так? Что это за блогерство? На этом денег особо не заработаешь. Вот, я директор булочных, я директор магазина, я директор виноводочных магазинчиков, я фитнес-инструктор. Но когда я им показал свой доход за последние три месяца, улыбочки, конечно, быстренько сменились. Ой, а научи нас? Ой, а как тебе в школу онлайн записаться? Ой, а мы бы тоже могли бы ТикТоки снимать у себя с работы? Я говорю, ребят, конечно, всех научим, приходите. Так что, ребят, если вы тоже хотите научиться зарабатывать деньги на ТикТоке, то проходите наш курс, ссылочка будет в описании, в шапке канала. Как я вывожу деньги из ТикТока, я рассказал в одном из своих видео, но, к сожалению, его заблокировали. Поэтому мы создали отдельный телеграм-канал PandaTikTokSchool. Переходите туда, смотрите ролики, читайте информацию, задавайте ваши вопросы, и мы будем лично на них отвечать. И, конечно, кому интересно посмотреть о том, как мы выживаем на Маврики, спускайтесь к моему видео, которое называется «Маврики. Вид самолета» и по порядку смотрите каждое видео. Вам будет очень интересно.